И этот год, он будет особенным. Я верю, что это будет календарный год. То, что еврейский год начался у нас особенными действиями, да? Кто-то уже помнит, что мы вошли в понятие такого приобретения здания. Я верю, что в этом году, уже календарном году, Господь даст нам возможность и переехать. И мы будем переезжать, в любом случае, буквально через полтора месяца. Нам нужно будет отсюда уехать, и слава Богу, да? Я верю, что это будет лучшее место. И Господь приготовил для нас много-много интересного в следующем году. Это не просто год 2018, да? 2018. Это просто еще одно время. Мы с каждым разом, с каждым временем ближе к Господу, чем мы были вчера. И вот знаете, вот сегодня вечером большинство верующих людей, христиан, восточного вероисповедания, именно православие, да, празднуют Рождество. Очень часто среди верующих вопрос поднимается ребром, особенно тех, кто в аттестантском движении, тех, кто, может быть, каким-то образом прикоснулись к мессианскому движению. И всегда становятся вопросы, праздновать Рождество или не праздновать Рождество. Мы же не знаем, когда Он родился. Не будем праздновать. А Тебя говорит, нет, будем праздновать. А Тебя говорит, не будем праздновать. Знаете, само понятие празднования – это великого, большого веселья, большинства и не понимая о том, что имеет в себе этот праздник. Я думаю, что не стоит делать так. Нужно внедряться и осмыслить саму суть празднования того, что сегодня празднуется. Буквально в прошлом году, буквально недавно, в Украине приняли закон о праздновании Рождества Христова как по западному стилю, так и по восточному. Другими словами, на сегодняшний день, уже в Конституции Украины записано, чтобы праздновать два Рождества Христова. На один день больше. То есть две Пасхи, два Рождества, там еще. Ну, одни праздники, правильно? Беспрецедентное решение нашего правительства показать миру, что мы движемся в векторе перемен – это очень хорошо. Но, однако, знаете, только религиозных праздников недостаточно, чтобы люди жили хорошо. Введение каких-то особенных праздников религиозных, чтобы людям стало лучше, они не помогают, сами религиозные праздники. Да и сами религиозные праздники люди толком не знают, что празднуют. Для некоторых, да, это лишь повод поехать на каникулы. Да, вот сейчас у нас молодежь раз, и кто-то куда. Закончили, вот учеба закончилась, поехали на каникулы. Для некоторых это повод собраться все вместе, в кругу семьи, и как на Западной Украине любят говорить, это святый вечер провести. Кто как, кто, может быть, до утра уже не проснется, да? Это так тяжело, кто-то так празднует. А для некоторых, на самом деле, для третьих, людей это повод вспомнить события. Не день, а события. Что произошло 2000 лет назад? В чем сама суть праздника, который в календаре христианства означает как Рождество Христово? Знаете, вот я уже делал некоторые комментарии по поводу Рождества. Если о Хануке говорится, что праздник обновления была зима, то о Рождестве Христовом не говорится, что была зима. Поэтому мы не знаем, когда он родился, точно. Кто-то предполагает где-то на суккот, но не в этом суть. Библия четко говорит, почитающие для Господа, да, дни для Господа почитают, не почитающие дни для Господа не почитают. Мы должны усмотреть глубину самого праздника. Этот праздник дает нам повод вспомнить, что Бог ввел своего Сына в этот мир, в этот погибающий мир, и дал таким возможность нам приобрести свое прощение, свое примирение с Богом. Это повод поговорить о вере, о Мессии, об обещании Бога Израилева в Новом Завете. Для многих из нас, глубоко верующих и измененных людей, этот праздник является поводом говорить о нем всегда и везде. Вы должны понять, сама атмосфера Рождества, кто-то вспоминает о том, что он родился, поздравляют друг друга, но эта история непростая. Это история подростка, которому едва исполнилось 15-16 лет. Будучи обрученный, но не познавший мужчину, это история, которая говорит о том, что пришел ангел Господень с новостью о сверхъестественном, о том, о чем предупреждали пророки. Это история и мечта, наверное, каждой еврейской семьи, которая ожидала Мессии. Потому что об этом говорилось. Говорилось о том, что придет Мессия в этот мир и освободит Израиль. Я думаю, что мечта каждой семьи, чтобы через них Бог действовал. Как и у нас. Мы, как верующие люди, мы мечтаем, чтобы Бог использовал наших детей для того, чтобы чудо происходило. Чтобы Бог использовал наших детей в естественной жизни, в сверхъестественной, в работе, в служении, в семьях наших. Мы всегда хотим, чтобы наши дети были благословены. Мы хотим, чтобы Бог посещал наши семьи. Многие из нас понимают, что история Рождества является правдоподобной историей рождения Мессии. И этот факт нельзя истереть из истории. Мы понимаем, что без этого праздника, без того, что совершилось, не было бы и веры, и в искупление Божьего Агнца. Это история сама, которая подтверждает сверхъестественное. История о непорочном зачатии, которое, в свою очередь, привело к рождению Мессии, что Бог приготовил для всего мира. Исайя 7,14 говорит, «Итак, сам Господь даст вам знамение. Сидевого чреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэл». Что значит «Бог с нами». Знаете, как верующему человеку, как служителю, как пастору, как ребек многие говорят, да? Хотелось бы, чтобы мы увидели в Рождестве концепт, как принцип ко всей нашей жизни. Не просто праздник, а что в это событие, и в этом событии есть принцип, который заложен для нашей жизни, ежедневной жизни здесь на земле. Желает ли Бог явить Мессию в твоей жизни или нет? Бог желает, Бог желает, чтобы Мессия был явлен этому миру, и потому узнает, что вы, мои ученики, когда будете иметь любовь между собою. То есть, другими словами, Бог заинтересован явить этому миру того Мессию, в который мы верим. Чтобы люди замечали и говорили, действительно, это верующие люди, поведением, разговором, своей жизнью, своей семье, чтобы это являлось. Если да, тогда Бог хочет сперва, в первую очередь, сделать не просто явление Мессии. Мессия должен быть рожден внутри нас. Внутри нас должно быть семя Христова, семя Мессии, которое должно развиваться, оно должно расти, и в какой-то момент оно явится для всего мира. Это задача Бога. Другими словами, желает ли Бог, чтобы Христос поселился внутри нас, возрастал в нас, и чтобы мы, мы явили Его миру? Хочет или нет? Рождество именно в этом заключается, чтобы мы, получив, зачав то семя, Божье семя, изменения в нашей жизни, мы могли возрасти в Боге и явить этому миру то, чего они раньше не видели. Каким же образом это сделать? Каким образом именно получить это семя, которое будет возрастать? Очень часто многие люди не видят того Христа, того Мессии, который внутри нас. Иногда, к большому сожалению, они видят другого, совсем другого, чем мы живем. Но нам нужно что-то изменить. Мириам, эта девушка, подросток, которому, как я уже сказал, наверное, 14-15 лет ей было. Ее история, она впечатлила меня, она впечатляет меня до сих пор, потому что там есть концепт, как мне жить. Именно Рождество показывает мне, как мне нужно жить. Луки, 1 глава, 38 стих. Тогда Мириам сказала, раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Ангел Господень приходит и говорит, радуйся благодатная. Радуйся. Бог избрал тебя, чтобы явить в этот мир Машеиха. Об этом мечтали в каждой семье, из поколения в поколение. И мы в наших семьях мечтаем, чтобы наши дети, наши внуки, наши родители, наши мужья, наши жены, они приняли Мессию, они изменились, чтобы Бог поселился в наших семьях. Правда? Этот концепт здесь происходит. Мириам встречается с Ангелом Господним и говорит ему те слова, которые должны говорить мы. Да будет по слову Твоему. Мое послание сегодня, тема, зачать носить и родить. Мы, как верующие люди, мы должны зачать носить и родить. И, конечно же, как все люди, и как все мы, она начинает с недоумением спрашивать, вообще вслух говорить свое непонимание, а вообще как это будет? Мириам же сказала Ангела, как будет это, когда я мужа не знаю? И, знаете, это естественно для человека. Естественно, спрашивать у Бога, как это может быть? Когда Бог вкладывает в наше сердце, в наше естество чудо, нам хочется спросить, как это вообще может быть? Как это осуществится? Нормально спрашивать? Нормально спросить у Бога, как это может быть? Вы знаете, Бог не огорчается из-за нашего человеческого страха. Потому что действительно вопросы мы задаем по причине страха. Мы боимся. Боимся, как это будет. Боимся, что это будет, потому что мы не знаем, что это будет. Мы удивляемся иногда. Даже когда мы этого очень хотим, чуда в нашей жизни. Когда мы стремимся к этому чуду. И не всегда на пути к этому чуду мы получаем рациональный ответ. Нам страшно. Нам страшно получить чудо. Потому что, да, действительно, мы только желания наши мы хотим исполнить. Но смотрите, с Мирием все мечтали, чтобы Мессия пришел. И каждая семья, может быть, ожидала того, что Бог изберет их, чтобы вести Мессию в этот мир. Да, интересно, радостное чувство. Но когда Бог говорит к Мирием, вот это произойдет. И вдруг ее сразу осияет такое чувство ужаса. А, секунду, как это будет? А что это будет? Каким образом это произойдет? Что он будет делать? Для нас, когда Бог вкладывает в наши жизни чудо, мы его принимаем с радостью. Но если подумать о будущем, как оно будет? Один из примеров, который я могу вам сегодня предоставить, даже с нашим зданием, которое буквально недалеко. Мы недалеко от того, чтобы его полностью приобрести, его туда въехать, может быть, да? И когда Господь положил нам это в наш дух, в наше желание, мы с радостью это приняли. И когда это произошло, мы думаем, подожди, а как это будет дальше? Мы вчера собрались духовным советом, и, знаете, сразу пошли такие вещи. Кто будет? Когда будет? Что будем делать? Там уже завтра нужно, чтобы кто-нибудь охранял это здание. И мы вдруг, сразу вопросы, как, почему, где, когда это произойдет? Знаете, вот здесь то же самое. С любым нашим чудом мы с радостью его хотим принять. Но когда мы осознаем, что дальше можно с этим быть, мы начинаем с этим рассуждать, тысячи вопросов получается. Зачем, почему, откуда? И когда мы верим в это чудо, очень часто мы сталкиваемся с трудностями. И мы на пути к этому чуду начинаем спрашивать, а почему я? Почему сейчас? Как это может случиться? Посмотрите, в жизни Мириам, в истории Рождества есть ответы. Здесь Божье послание говорит, 37 стих, «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Друзья, сегодня у меня к вам послание, послание Рождества, послание чуда вашей жизни. Хочу, чтобы вы приняли это чудо. И могли услышать от Бога слова ободрения. У Бога не остается бессильным никакое слово. На что Мириам сказала, «Хорошо, да будет по слову твоему». Что значит чудо? То, что кажется нам невозможным. Может только Бог. Первое, что нужно сделать, принять это слово. Зачатие твоего чуда. Для чуда нужна вера. Вы согласны? Как это бывает у детей. Мы как взрослые люди, особенно кто уже давно верующий человек, для нас принять чудо намного сложнее, чем маленьким детям. Особенно мне впечатляют новообращенные люди, которые недавно пришли к Богу. Они пережили Бога сверхъестественно, и у них веры хватает намного больше, чем у тех, которые уже верующие 30-50 лет, уже 60 лет. 120 лет. Уже больше. У них больше веры, потому что они ощутили Бога, пришли к Богу так, знаете, вот наивно, чисто, просто, и для них намного, как бы сказать, проще принимать сверхъестественное. Ты помнишь, Олег, как на молитве пришли? Его привели на молитву, умирал человек, умирал человек, привели на молитву. Он еще, да, неизвестно, чем курил там, и что делал-то, да. Такой стоял весь, желтый-желтый, за ним он молился. Хотел выбежать из, да, хотел выбежать с молитвенной комнаты и пытался искать двери где-то там все. Ну, вот как раз, как раз молитва такая была сильная в школе, да, в библейской школе. И начали молиться. И тут слово от Господа было, что Бог исцеляет печень, да, так, и все, вот так вот так просто, просто помолились, да, он ушел домой, на следующий день приходит, и все вот эта желтизна, которая была на его теле, на лице ушла. И доктора потом говорят, мы не понимаем, нету болезни, нету, да. Его простота, наша вера. Я хочу, чтобы мы, как верующие люди, увидели в Рождестве глубину наших отношений с Богом. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами научились, у этого подростка по имени Мириам, научились у нее принимать то, что Бог заложил внутри нас. Мы должны взять это семя и иметь его как залог. И говорить, да будет по слову твоему. Да, конечно же, многие скажут, а, если бы ко мне ангел пришел, я бы не то, что верил бы, я бы без единого, как бы, сомнения было бы. Многие из нас воспринимают ангелов, да, вот эти люди или чудища такие с крыльями, на это вот такие. Но поверьте мне, это не библейский концепт ангелов. Потому что, если бы ты увидел кого-нибудь с крыльями, сразу понял. Капец. Да? Но ангелы, те, это посланники Господни. Малахим, да, тот ангел, тот, кто есть посланник. Даже люди, принимая ангелов, они не знали, кого они принимают, делают добро просто. Они были как обыкновенные люди с посланием. Многие из нас, находясь среди верующих людей, среди, в среде родителей, семьи, иногда не представляют себе, что Бог использует кагелу, общину, знакомых людей, родителей, пасторов, служителей, для того, чтобы были они ангелы, посланниками слова. Мы иногда хотим слышать, так говорит Господь. Иногда необязательно эти слова услышать. Находясь среди людей, общаясь, тебе люди, которые любят тебя, делятся своими впечатлениями, своими откровениями и говорят тебе слово, которое, как елей, ложится на твое сердце, ты понимаешь. Вот это слово от Господа. Это всегда говорится с любовью, всегда говорится с перспективой прославить Бога, а не наоборот. И когда ангелы Господни, когда посланник говорит слово от Бога, оно всегда утверждает и дает тебе рост, ни в коем случае не унижает и не делает тебя ничтожным. Это слово утешения, а не проклятие. Слова наставления для изменения, а не на преступление. Слово, которое делает тебя человеком, а не делает тебя зверем. Для того, чтобы явить чудо, нужно первое, позволить Богу вложить семя веры в это чудо. Если мы хотим получить чудо, нам нужно верить в это чудо. И это чудо должно прославить Бога, в первую очередь. Не прославить нас, не прославить кого-то, а прославить Бога. Посланник Божий сказал ей в ответ, Дух Святой сойдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. Только при воздействии Святого Духа возможно сверхъестественное. Потому что для естественного, что ты можешь сделать, ты должен делать. И если тебе нужно делать то, что ты в твоих силах делай, но для чуда нужно присутствие Своего Духа. Знаете, Он Дух Святой, придя обличить мир в грехе и о правде и о суде. Мы часто любим обличать людей. Да, так вот, как будто говорить, как будто ты говоришь от Бога. Но на самом деле, когда мы проявим Божью любовь к человеку, не схожди, ибо так возлюбил Бог мир, а если Бог возлюбил этих грешников, падших людей, то тем падше и мы должны полюбить их и говорить с ними с любовью, а тот Дух Святой, который в нас, Он обличит его в правде. Что такое правда? О грехе и о суде. Так что повернись сегодня к соседу и скажи очень странные слова. Бог хочет, чтобы ты забеременел чудом. Очень странные, странные, особенно мужчины, когда говорят, да? Звучит странно. Звучит странно, как это звучало для Мирьям. Просто представьте себе, что эта девушка тоже услышала. Ты забеременеешь. Как это? Как это? То есть понятно, что все мечтают как бы так быть беременной женщиной, родить детей. Поэтому для девушки, которой было 13 или 14 лет, я не знаю, сколько это время ей было, то для нее тоже было странно. Это возможно без мужчины. Также мужчинам очень странно услышать быть беременным. Но знаете интересная вещь? Яков говорит, слушайте внимательно. Похоть зачавшей рождает грех. Так что есть то состояние, похоть зачавшей рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И это включает и мужчину и женщину. Если знаете, похоть имеет в себе чувство зачатия и имеет какое-то время и потом рождает грех, то тем более и добрые дела имеют в себе место, чтобы зачать. и быть добрым. Не путайте личные пожелания с Божьими целями. Потому что слово похоть, страсть, желание для себя. Очень легко перепутать пожелания с предназначением. Если, как я уже говорю, грех имеет начало в зачатии похотью, то тем более и добрые имеют начало зачатия в любви к ближнему. суть рождения или Рождества это явление Мессии Миру. Мирием не зачала для себя, не рождала его для себя, не носила его для себя, она носила и родила его миру. Другими словами, все, что Бог хочет сделать в твоей жизни, то чудо, то сверхъестественное, оно рождается для того, чтобы послужить этому миру. Ни коем случае к себе. Да, действительно, мы получаем это удовольствие, как и Мирием, привилегию рождения Мессии, некую особенность, что Бог избрал тебя для этой миссии, но при всем этом она рождала его для этого мира на страдания и мучения. Мы часто говорим о чуде зачатия Мессии, потом говорим о рождении, забывая о том, что время, которое называется инкубатором, тоже должно происходить. То есть время созревания плода, находящегося у матери до рождения. Что я имею ввиду? Это время, второе время, когда мы, получив семя о чуде, то понимание, что Бог именно желает, чтобы это чудо произошло в твоей жизни. Мы понимаем, что оно должно произойти, и это время между принятием семени и рождением чуда, есть время ношения этого чуда. Я говорю инкубатор, действительно, инкубатор, это то время, где ты хранишь, где ты оберегаешь то, что Бог тебе дал. Мы практически никогда не говорим о времени вынашивания того обещания, которое Бог дал нам. Мы хотим очень все быстро. Мы хотим сегодня помолились и за сейчас получить это сразу. Мы получили от Бога обещание какое-то. Многие из нас, мы понимаем, что Бог хочет благословить нас. Может быть, даже квартира сверхъестественная, может быть, работа, которая нам так необходима. Мы получили это внутри нас. И мы хотим завтра, чтобы оно случилось. Но есть этот период, период вынашивания того, что является сверхъестественным. Мы хотим говорить о том, что мы не хотим говорить о том, что во время этой беременности, да, многие женщины с этим сталкивались, не всегда все хорошо. Кого-то тянет быстро в туалет, все хочет вырвать, все, что съел, вырвал. Кому-то сильно плохо и жога печет. И иногда мы говорим соседу, ты как и жога, вот достал уже здесь. Мы, когда носим свое чудо, не всегда все хорошо происходит, не всегда, как мы мечтаем. Когда молодые люди узнают, что они беременны, всегда приходит радость. А, радость, а потом и потом не спать, не сидеть, как Татьяна, когда носила наших детей, то ей приходилось сидя спать. Да, да, вот многие так, да. Другими словами, тот дискомфорт от чуда, дискомфорт от чуда всегда будет. От зачатия до рождения есть 9 месяцев. эти 9 месяцев страдания, терпения, мечты, разговоров. Принести чудо и дойти до кульминации рождения всегда, знаете, стоит героизма. Мамы это понимают. От начала до конца это героизм. Конечно, сами роды потом могут быть еще не совсем такие легкие, но сама суть. именно ношение чуда в течение долгого времени, как бы ты ни хотел, оно всегда будет сопровождаться с тяжелыми ситуациями. И это зависит будет от того, как ты родишь. Родишь ли ты это в радости, да, и это ношение, как ты в сбережении этого чуда, либо бывает такое, что приходят к выкидушу. От того, как ты носишь, от того, как ты сохраняешь, от того, как ты бережешь то, что Бог вложил в тебя. Будет зависеть твоя радость или твоя скорбь. И так есть то время, когда Бог вложил Слово внутри тебя. И есть то время, когда Слово становится реальностью, сверхъестественной. Есть то время, когда ты носишься с этим Словом, которое растет тебе, это всегда нелегко. Всегда нелегко. Нету такого времени, я не встречал ни одной беременной женщины, которая сказала, все вот так было, все нормально. Всегда любая женщина вынашивает чудо свое с трудностью. Вот что сделала Мирьям. Послушайте внимательно, что для вас, я говорю, для тех, кто ожидает чудо, которое Бог вам положил на сердце. Вы знаете, что Бог вложил в вас это чудо. Вы знаете, что вы получите его. И посмотрите, что сделала Мирьям. Это очень интересно. Она пошла к родственнице по имени Лишева. Или Лишева, или Елизавета, которая тоже ожидала чуда от Бога. Она ожидала сына по обещанию от Бога, потому что она была бесплодная. Просто можно было эту историю немножко убрать с Евангелия, правда? Если мы говорим о рождении Мессии, зачем здесь нужна Лишева, или Елизавета, и ситуация ее беременности? Какая разница, правда? Ну, конечно, понимаем, что Михей об этом говорил, о рождении притечи, должно исполниться это слово. Но в сущности, я думаю, что евангелисты оставили эту историю для каждого из нас, для того, чтобы рассмыслить. Она сразу мирем окружила себя людьми, которые также носили чудо. Вы попадали в ситуацию, когда вы получили слово от Господа о вашем, например, здоровье или о вашем состоянии финансов и так далее. И вы попадаете среди людей, которые негативные. Вот так. Ты говоришь, мне Господь ответил, мне Господь сказал, я хочу верить в это. Они говорят, да, да, ну, подумай еще, ты что, не видел, какая экономика на улице? И полностью убивает твою веру. Мириам, получив ответ от Бога, говорит, твое предназначение будешь носить Мессию. Она сразу же идет к той, которая также сверхъестественно переживает Божье чудо. Когда я это увидел, меня оно вдохновило. Если вы верите в чудо, которое вложил Бог в ваше сердце, тогда присоединяйтесь с тем, кто верит и носит чудо от Бога в себе, те, которые получили исцеление от болезней, те, которые освободились от вредных привычек, те, кто был воскрешен из мертвых, те, кто получил украденное обратно, были накормлены сверхъестественно. Таких людей в нашей общине немалое количество. Хотите, знаете, вот буду говорить так, хотите, чтобы Бог возвращал многие украденные вещи, которые в вашей жизни обворовал вас. Я вам скажу так, помолитесь с Нюмой. Бог ему вернул квартиру, которая продана была три раза. О, шесть. Она уже увеличилась. Шесть раз. Еврейское счастье. Его личная квартира была продана шесть раз, и Бог вернул ее. И знаете, что самое главное, что община об этом молилась. мы молились на пересепи, начали, да, с того момента, где возле, потом уже в другом месте. Мы молились. Мы молились, чтобы Бог изменил эту ситуацию. Мы знаем, что Бог, вот, Ира, сколько раз тебя хоронили? Три раза. Ну, раза три, да, уже. Это то, что мы помним. Да, когда мы пришли к Ире, да, вот, в больницу, и доктор Прэмо говорит, Олег, уйди, собирай, колоти этот самый гроб. И община стояла в посту, молитвы, брали посту, и мы видим сегодня чудо. Чудо, которое они имеют здесь пять лет, которому, да, шесть уже. Да. Есть и другие люди, которые могут свидетельствовать о том, что Бог сделал. Окружайте себя теми людьми, которые прошли чудо, носили и носят себе чудо, и они будут рядом возле вас. Мирьем окружила себя теми, кто верил вместе с ней о чуде. Луки 1, глава 41 стих. Когда Елизавета, Елищаева услышала приветствие Мирьем, взыграл младенец в отшреве ее, и Елизавета исполнила Святого Духа. Вещь, которая удивительна. Когда ты имеешь слово от Бога, ты окружаешь себя людьми, которые также верят в чудеса или прошли чудеса, ты делишься с ними о том чуде, которое ты чувствуешь, что Бог хочет тебе его дать, тогда они подтвердят это. Их дух, Он скажет да и аминь. Услышьте, не всегда наши чувства, не всегда наши желания, наша похоть, это ответ от Бога, то есть то, что мы хотим получить. Но Бог вложит это сверхъестество в нашей жизни. Мы знаем, мы знаем, что мы получим. Но даже не будем забывать, что ей после того, как она побыла с Елизаветой три месяца, нужно было возвращаться обратно. Не забываем этого, потому что это было тяжелое время. им нужно было возвращаться с тем чудом, которое она носила под бребрами к человеку, которому она была обручена, который стал ее мужем. И потом нужно было объясняться. Тут ушла к сестре, нормально. возвращается домой с измененной формой тела. Как теперь объяснить? Иногда нас, те, кто держит чудо в себе, нас не понимают иногда. Как объяснить? Как объяснить мужу? Я могу представить, как это случилось. Дух Святой сошел на меня. Да, знаю, Лайла тоже там такая была. С этим нужно жить. Нужно было сказать. Нужно было рассказать о том, что произошло. И сколько людей часто пренебрегает этой историей. Когда мы делимся о нашем чуде, как многие люди нас унижают, не понимают, надсмехаются над нами. Ей пришлось проходить через тернии, тернистым путем, а также понимая, что это лук цветущий. Люди не понимали ее, унижали, надсмехались, но она держалась за слово от Бога. Это слово было во спасение всего Израиля. Помните, чудо никогда не относится лично к вам. Да, оно бенефит, вы от него получите наслаждение, но оно для того, чтобы Бог прославился и другим людям было от этого хорошо. Мы должны помнить, что обещанное Бога в нашей жизни мы должны не только получить, но и пронести до полного исполнения этого слова через веру в Бога, который дал нам это слово. Только вера держась за Бога. Последняя эта часть это рождение. Тайное становится явным. Тайное становится явным. В истории с мирем это показатель того, что мы не всегда получим то, что мы ожидаем. понятно, что Мириам понимает, что родится ребенок, но она не знает, как он будет выглядеть, какие у него ручки, какие у него глаза, какие у него будут волосы. Она не знает обстоятельств, при котором это чудо будет рождено. Вот эти все, мы мечтаем, мы часто мечтаем, особенно если говорить с нашими сестрами, женщинами, то они мечтают, ось, когда будет рождение, мы заранее вызовем скорую помощь, сирены нас завезут в первый род дом, или там пятый род дом, нас будут с цветами встречать, мы там завезем, там ничего страшного нету. Не знают ни часа, ни дня, когда постигает их эта участь. Ой, 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 пошло. Мы поехали, когда наш первый ребенок должен был родиться, на мой день рождения, мы вообще поехали смотреть Ватикан. Пошли, как раз это Рождество западное, там все эти скульптуры стояли, этот Бефлием, красота такая, мы гуляем, даже Папа Римский говорил, как раз слово нас пропустили, метров 15 к нему сидели. после всего мы ходили, гуляли, и тут моя жена с одной сестрой пошептались, и вдруг паника такая, воды отошли, а я думаю, какие воды, кто их выпустил, думаю, что за воды, я же первый ребенок, я же не понимаю, что это такое, хотя хотел быть доктором, и помчались, бегом куда-то, я говорю, что торопимся, что мы бежим, что такое, и не как мы планировали, вот знаете, я думаю, что прибыв, имея этот путь верхом на осле в дом прописки, где в город прописки, Мирьям проделал довольно хороший путь, и написано, что не нашлось им места, да, одна минута, я знаю, не нашлось им места в гостинице, в гостинице не всегда будет места, она планировала гостиницу, ясли, какие-то другие, но нашли они небольшую пещеру, где овцы были, наверное, родила и спеленала, положила в кормушку для скота, не всегда будет так, как мы планируем, и знаете, Мирьям это пример того, что наше чудо должно быть принято, ношено и рождено, Якова 5 глава 16 стих, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших, молитесь друг за друг, чтобы исцелиться, многое может усилена молитва праведника, к чему я? Когда я думаю о Мирьям, ее невинность, ее, можно сказать, девственность такая, невинность, я всегда думаю, я такой, который тоже порочен, я здесь нагрешил, здесь накосячил, там сделал, ну не могу я пред Богом невинным быть, но я знаю одно, что Бог меня оправдал, очистил, для того и родился Мессия, чтобы сделать меня ближе к Богу, у меня есть дерзновение просить и говорить оба отче, я могу говорить с ним, я могу просить, и подумайте, что сделала Мирьям, она родила сына в этот погибающий мир, родила Ишуа для этого мира, и вот так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, посему я надеюсь, что мы проявим миру того Мессии, который мы имеем, в которого мы верим и надеемся, это время проявления славы Божьей для потерянных и безнадежных людей, вы готовы? Вы готовы дать этому миру то, что вы получили? Мы сегодня помолимся друг за друга о том чуде, которое Бог приготовил через тебя этому миру. И тот же Ишуа, который родил, родила мирем для нас, каждого из нас, сегодня может быть дан другим людям через нас. И сказал им Ишуа в ответ, пойдите, скажите Иоанну, то есть скажите сомневающимся, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Это чудо Рождества. Это то, что Бог приготовил для своей общины, для своей церкви, для людей, которые верят в Него. Явление надежды и спасение мира. И этим инструментом являешься ты. Каждый из вас. Знаете, очень многие я слышу, люди говорят, спадщина. Где твоя спадщина, где твое наследие? И вчера я сидел и фраза пришла мне по-украински, по-украински я записал ее. Спадщина для спадкоемца. Если тебе нет заповедей, то ты не имеешь права на спадщину. наследие для наследника. И если тебя нет завещания, тогда ты не имеешь права на наследие. У меня вопрос к вам. Ты в завете с Богом. Подписал ли ты тот завет, который Бог предлагает для нас? Приняв Ишуа личным Мессией, чтобы Он родился внутри нас, возрастал и в люди познали Его милость через наше рождение свыше. Евангелие и чудо будут сопровождать проповедь Евангелия через чудеса и знамения будут сопровождаться вашей жизнью. Поэтому я сегодня призываю вас не терять веры. В Рождество не теряйте веры. Я надеюсь, эта история Рождества поможет каждому из нас обновить свой разум. Сегодня я действительно хочу помолиться друг за друга, чтобы мы помолились друг о друге. Мы тело Мессии. мы тело Мессии. И я надеюсь, что здесь каждый пережил Бога в своей жизни, что мы можем согласиться с нашими близкими, родными, с вашими соседями рядышком о чуде, чуде свыше. Вы можете сказать, слушай, меня Бог исцелил от этого всего, от привычек, от каких-то может быть злых духов. Бог сделал чудо в моем бизнесе, в моей семье. И я хочу с тобой верить о том чуде, которое тебе нужно. Окружите себя теми людьми, которые могут дать вам немножко утверждения. Поэтому давайте мы встанем в наши ноги. в первую очередь хочу обратиться к тем, кто никогда не принимал Ишуа Иисуса личным спасителем. Сегодня это то время, где нам нужен Мессия, Рождество. Каково оно для нас? Родился ли Мессия в твоем сердце? Родилась это чудо, надежда на того, которым можем уповать? Конечно же, для меня печально видеть, что начатая вера, тот зачаток веры в людях происходит потом трагедия. Многие отказываются. я говорю это таким духовным термином, духовный аборт делают, да? Не позволили Мессии развиться в этой, в вашей жизни. Но вы знаете, как бы то ни было, сегодня время обратиться к Богу и сказать приди в мою жизнь. Господь, пускай это семя Христово, семя, оно опустится внутри меня, чтобы я знал того, кто освободил меня, дал мне милость и благость, тот, кто сделает это чудо во мне. и я вас, как вы писали, предваряю, умоляю вас, носите это чудо, храните это чудо, молитесь об этом чуде, общайтесь об этом чуде, пока оно не станет явным для вас. Я прошу, чтобы вы сейчас нашли людей, с которыми будете молиться. Два-три человека вокруг вас, во время поклонения, если вы друг друга не знаете, спросите, ты уверовал в Вишуа, в Христа или нет? Если человек не уверовал, проведите его через молитву покаяния. Если им нужно чудо, помолитесь, спросите, какое чудо тебе нужно сегодня? Мы сегодня помолимся об этом, хорошо? Спасибо, Аббон. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за благодать и милость в эти минуты. Мир празднует Рождество. Мы празднуем рождение Твоего Слова внутри нас. Обещание вечной жизни. Мы благодарим Господь, это чудо, которое Ты положил в наше сердце. Что бы это ни было, Господь, мы хотим уповать на Тебя, чтобы Ты совершил, додвел Господь до того времени рождения за совершение чуда. Тебе хвала, Тебе честь, Тебе слава. Мы превозносим Тебя, наш Бог. Ты Бог наш. Во всем, во всем будь прославлен, возвеличен, Тебе слава даря.